Одевайте, пожалуйста, маску. Вы знаете, что находиться без маски нельзя. А вы знаете, что это административный штраф. Будьте добры. Пока не штрафуют, а предупреждают. Соблюдать масочный режим пассажиров станции Мытища призывают ежедневно. Есть молодежь, которая не понимает ни нас, ни этого, ну ничего не понимает, не хотят. В основном одевают. Только на самых несговорчивых составляют протокол об административном правонарушении. Но таких становится все меньше. Уже 80% пассажиров железнодорожного транспорта ходят в масках. А с такими персонажами, известными нам из детства, их станет еще больше. С Айболитом и Буратино, которые сегодня пришли на выручку сотрудникам правоохранительных органов и транспортникам, даже противники масочного режима не спорят. Тем более актуальный аксессуар, тем, у кого его нет, сказочные персонажи предоставляли бесплатно. Это своеобразный челлендж. Эстафеты мы переняли от Солнечногорского городского округа. Наша сейчас основная задача всеми силами, всеми усилиями не допустить сложившейся ситуации с развитием коронавируса. И все средства для этой ситуации, которые используются, да и положительно влияют на эту тенденцию, мы будем стараться использовать. Мытища – одна из узловых железнодорожных станций Подмосковья. За сутки через нее проходят до 45 тысяч человек. Не заразиться COVID-19 в такой толчее непросто. Маски, если их будут носить абсолютно все, снижают риск инфицирования, говорят медицинские работники. Их в том числе поддерживают депутаты Московской областной думы. Наряду с волонтерами они принимают активное участие в разъяснительной работе. Станции – это достаточно такое замкнутое пространство, и не всегда имеется возможность соблюсти социальную дистанцию. Поэтому маску нужно применять в любом случае, пока ты не находишься там где-то на открытом воздухе, и когда ты уже меньше контактов с людьми. К счастью, чаще мытищенцев не надо уговаривать, и страшаться они не штрафов. Да что это мне бояться штрафа-то? Нет, я не боюсь штрафа, я своего здоровья берегу. А как же не носить-то? Вот сейчас еще перчатки купим. Сегодня врачи перегружены работой. Нас же просят сделать лишь небольшое усилие – не пренебрегать мерами безопасности. И многие это понимают. Надежда Звягинцева, Константин Бондаренко, Первый и Мытищенский.